Девушки отдыхают Я никогда не верил в призраков, демонов и прочие потусторонние штучки, которыми преступники оправдывали свои дела. Я не верил... И в этот раз... Стоп! Да, русской озвучки здесь нет. До последнего не верил. Пролог. Однажды. Лучше тебе признать свою вину, парень. Выкладывай все на чистоту. Он все равно мне не поверит. Я все расскажу, офицер, что мне еще остается. И так все началось в самый обычный день. Сложно говорить. Как же все достало. Что за чудик? Вот наш любимый дом. В котором все это будет происходить. Это же он? Или нам в другую сторону? Какой вместительный автобус. Вышло человек 50. Кто-то танцует. Вот дверь, наконец-то я дома. Он сам идет. В моей помощи он не нуждается. Последний глоток свежего воздуха. Так. Двойное нажатие и бег. Так он будет просто ходить. Либо можно удерживать мышку. Взаимодействие. Подсветить активные области на пробел. Как это обычно и бывает. Осмотреть, взять, говорить. Использование предметов сначала надо выбрать. Потом применить. Так, а я не помню, как выглядела демка. Она выглядела так же? Или игра стала красивее? Или мне кажется? По этой доске объявлений можно изучать возраст дома, как под древесным кольцем. Ой, блин, я пропустил, что он там еще говорил. Почтовый ящик, это твой? Только посмотрю и положу обратно, никто не заметит. Квитки, реклама, хма. Вот это интересно. Журнальчик Мир Электрика. Так, стоп, это же Машкин ящик. Не поверю, что она сама такое читает. Так, ну это подсказка, потому что... Ну ладно, не буду ничего говорить. Ведро стоит тут целую вечность. Звук капель уже стал частичкой атмосферы этого места. Не буду ничего говорить, чтобы не спойлерить для тех, кто не видел демку. Я только посмотрю и положу обратно, никто не заметит. Здесь у нас... Ого-го, помимо рекламного мусора, тут еще и журнальчик. Кто-то еще выписывает бумажные журналы? Они рекламят другую игру? Или эту игру тоже делали они? Похоже, про игры интересно. Надо поискать электронную версию в интернете. И есть стаканчик, который мы можем... Не можем взять. Похоже, мне пора хорошенько выспаться. Мусорка полная скомканная реклама из почтовых ящиков. Зачем ее вообще рассылают? Так, давай посмотрим, что есть еще. Я могу попробовать еще раз взять его? Взяли. Ладно, давай подойдем, поговорим с ней. Сначала посмотрим. Эй, Машка. Красивая такая. Только отшивает постоянно меня. Непонятно почему. Я же само совершенство. Мне мама всегда так говорит. Давай поговорим. Привет, Маша. Не меня ждешь? Как же достали твои подкаты из книги ПК для чайников? Так, прости, не удержался. Так что ты тут делаешь? Может, поужинаем вместе? И видел в твоем ящике журнал про электрику. Никогда бы не подумал, что ты такое читаешь. Она не будет возмущаться, что мы ковырялись в ее ящике? А ты ожидал увидеть в моем ящике журнал Мир Борщей? На любительницу готовить борщи ты тоже не похожа. Может, поужинаем вместе? Ты думаешь, если задать вопрос 10 раз, то ответ станет положительным? Нет, нет, и еще раз нет. Прости, не удержался. Так что ты тут делаешь? Жду подругу, тебе-то что, не мешай. Ладно, пока, Машка. Тут какое-то послание про тебя. Полезная информация. Могла бы до конца замазать. Записка. Написано, дорогие соседи, будьте предельно осторожны. Кнопки лифта могут быть обосс. А дальше записка оторвана на самом интересном месте. Да, мы так и не узнаем, что же там написано. И что же произошло с этими кнопками. Поэтому давай потрогаем ее. Да блин, отойди. Лифт приехал, но дверь не открылась. Давай вручную попробуем. Силач. Вот они, надежные технологии прошлого века. Похоже, придется взять опять у соседа просить монтировку, чтобы попасть в лифт. Там дохлая птица. Птичку жалко. Пешком подниматься я не собираюсь. Что еще у тебя здесь имеется? Отойди. Бутылки из-под вина. Каждый у нас в подъезде завелись гурманы. Ты можешь их сдать. Почему бы и нет? Выключатель от лампы. Так, электрический щит. Мы к соседу хотели попасть. Опять сосед сверлит. Может он всю квартиру полками обвесил. Или контурную подсветку по всему периметру задумал. Что-то можно сверлить с утра до вечера каждый день. Наверное, он не услышит. Звук дрели настолько громкий, что достучаться до соседа невозможно. Паук, ты только сейчас заметил? Ты чего вяжешь, как девчонка? Паугов боишься? Тебе-то какое дело? Да, еще как. Зачем тебе наушники? Стильные, что ли, в них? Не притронутся к щитку, пока на нем сидит паучище. Так, вот этого не было в демке. Ты можешь найти более гуманный способ убрать паучка с пути, и твои действия имеют последствия. Раздави его, и все. Или ты думаешь, что тебе братья-пауки отомстят за него? Давай посадим в ловушку. А куда твои наушники делись? Ты их ради этого снял? Милый паучок сидит. Правильно, не стоит применять силу, всегда есть возможность решить проблему иначе. Наверное, это как-то будет влиять на концовку, я не знаю. Я не полезу туда, вдруг меня ударит током. Поэтому, что-что может рядом? Есть электрик? Ну, конечно, это твоя Машка. Давай с ней поговорим. Эй, не хочешь помочь? Привет, Маша. Не меня ждешь? Так. Маш, ты сегодня так хорошо выглядишь. Просто красотка, умница, мечта. Тебе явно что-то от меня нужно. Давай к делу. Да, мне нужна твоя помощь. Ты же шаришь в электрике. Подскажи, как соседу отключить пару розеток. Он все своим бесконечным ремонтом занимается. А мне нужно у него кое-что просеять. На тебя вся надежда. Чего вдруг мне тебе помогать? Ты меня все время достаешь своими подкатами. Обещаю, больше не буду. Отлично, держи схему и больше меня не донимай. В смысле схему? Сама иди делай. Тебя о помощи попросили. Схему мы и в интернете могли найти. Так, ладно. Надо ее применить или что? А, посмотреть. Ну все, теперь понятно. Квадрат в квадрат, круг в круг. Так, синий плюс... Желтый равно зеленый. А я смогу открывать в этом режиме? Видимо, не смогу. Все просто. Все цветовые индикаторы должны быть включены. Так, стой. Желтый плюс красный равно оранжевый. Желтый плюс красный. Оранжевый есть? Так. Здесь нужен зеленый. Зеленый мы так просто не получим. Вот это можно вставить сюда. Да? Красный один вот сюда. А, мне надо, чтобы все индикаторы горели. Вот это мы отключаем. Красный горит. Нам нужен еще желтый. Зеленый. И фиолетовый. Так, зеленый получить это. Синий плюс желтый. Синий. Блин, вот это придет сюда вставлять, да? Тогда нам надо еще желтый получить. А, хотя зачем я эту картинку каждый раз открываю? Ее и так видно. Может. Блин. Синий плюс красный. Равно фиолетовый. Ты что, обалдел? А, ты не тот схватил, дуралей. Нам не хватает желтого. Что-то я не так сделал. Да, ученым тебе не стать. Круглые штекеры подходят к круглым разъемам. Квадратные, квадратным. Два провода вместе могут дать новый цвет. А конфетку нельзя взять? Может мне все отключить и начать заново? Желтый. Ладно, вот это мы давай отключим. Вот это идет сюда. И зеленый мы получим вот здесь. Ай, опять пробки вылетели, мать их. Сосед. Эй, сосед, там лифт опять заело. Дай монтировку на время, потом обязательно верну. В чем у него звонок работает? Или ты сначала вырубил, потом врубил? Да что ты под рукой лезешь, щенок? Ой, шкет. Не видишь, занят я, а? На, сбирай. Здоровенная ручища. Давай. Ну все, остается дело за малым. Открыть лифт. Та-дам! Кстати, на этом демка заканчивалась. Давай зайдем. Зайди. И был конец. Все. Десять минут спустя. Уже четыре песни прослушал. Не долго ли я еду? Лифт сломался. Сто тридцать девятый этаж, сто сороговой. Стоп, что тут происходит? Я точно уже должен был быть на своем этаже. Паника. И связи нет, хотя я же в лифте, черт. Все как в фильме «Лифт убийцы», который я вчера смотрел. Может, я просто пересмотрел ужастиков? Ну вот, в следующий раз по лестнице подниматься будешь. Тут что-то не так. Выпустите меня отсюда. Так, успокойся, Алекс. Не паникуй. Что делал герой фильма «Лифт убийца» в этой ситуации? Ах, да. Он яростно нажимал кнопки лифта, лифт сорвался вниз, и герой сдох. Неудачный пример. Ты выронил телефон? Этаж смерти какой-то. Грань реальности. Нормально. Тут так темно. Это еще что, я попал в ад? О, трипофобия вошла в чат. Вот это что? А, это подсказка. Щит. Давай смотрим. Самодельный щит. Интересно, кто его тут оставил. А зачем мы брали стаканчик на первом этаже? Его, наверное, как-то можно было применить. Я об этом не подумал. Может, надо было дать это и даме? Или типа того? Можно применить предмет на себя. Применяем. В какую нам сторону? Надо глаз закрывать. А можно я вернусь на первый этаж? Я хочу посмотреть, как применяется стаканчик. Да блин, вы чё, издеваетесь? А мне надо было убегать или что? Чё-то как-то жестко. Мне кажется, что за мной подсматривают. Умеешь разговаривать? Нет-нет-нет-нет-нет. А я могу убегать в это время? Мне кажется, не могу. Ну, все атаки я удачно отразил. И глаза отвалились. Эти мерзкие дырки. Хорошо, что у меня нет трипофобии. Отвечай за себя. Если дальше так пойдёт, то появится. Ну, так неинтересно. Страшна неизвестность, а не прямо так в лицо монстры ползучие. Хотя я передумал. Ползущие монстры тоже очень даже страшные. Почему щит есть, а меча нет? Где меч? Чем мне защищаться? Повезло, повезло. Что всё это значит? Я не хотел подать в фильм ужасов. Эти глаза, они навсегда теперь в моей голове. Следят за каждым моим шагом. Прочь! Это был страшный сон. Я просто задремал в лифте. Я ведь уже какую неделю мучаюсь от бессонницы. Сейчас лифт остановится на моём седьмом этаже. И я просто пойду домой, как ни в чём не бывало. О, нормально. Братан, этот гад сдал меня в полицию, прикинь. Он же у нас типа фанат ужастиков. Может ему типа устроить ужастик в реале? Ха-ха-ха, чтоб штаны наложил по-крупному. Я в деле. Я в лифте одну фиговину поставил. Племяш мой подогнал. Эта фиговина делает что-то со светом. Должна... Должна круто пугать. Фиговина, круто. Чего дальше делать будем? Мой племяш ещё и косплеем увлекается. Возьму у него пару шмоток. Переоденемся так, что мать родная не узнает. И пугнём этого гада. Мать родная нас не видела ни разу. Может Машку ещё привлечь? Эту стерву? Привет, мальчики, обо мне говорите. Эээ... Ты что-то неважно выглядишь. Получше вас. Пойду я. Есть дела поважнее, чем болтовня с вами. Не ушла, модная какая. Так она что, к этому психу Алексу намылилась? Похоже на то. А лифт когда-нибудь откроется сегодня, нет? Кто-то кричит. Кого-то, видимо, там вон убили. Что за чёрт, а? Потому что опечатана дверь. Так это всё розыгрыш этих придурков? Не слишком ли? Я слышал крики. Я тоже. Следуя законам хорроров, мне нужно немедленно идти туда и проверить, всё ли в порядке. Отличная идея. Ааа, голова раскалывается. Просто омигрей, ничего особенного. Кто-то звонит. Алло? Привет, Алекс. Ты не забыл мои рекомендации? Чтобы держать себя в руках, тебе нужно решать логические задачки. Кроссворды, ну или что под руку подвернётся. Это поможет уменьшить головные боли. Нужно заставлять мозг работать. Ну и таблетки не забывай принимать, разумеется. Жду на приём. До встречи. Даже слова не дал сказать. У тебя какие-то проблемы? Листовочки. Это же Ника. Это какая-то ошибка. Нужно срочно позвонить её родителям. Прямо сейчас? Алло, кто это? Добрый день, это мама Ники. Это я, Алекс. Подскажите, Ника у вас? Нет, мы с ней уже неделю даже не созванивались. Что-то случилось? Нет-нет, всё нормально. Я сейчас не могу говорить позже. Вам перезвоню. Что происходит? Она же должна быть у них. Нужно срочно позвонить Нике. Ну давай же возьми трубку. Абонент временно не отвечает. Попробуйте перезвонить позднее. Не отвечает временно. Чёрт! Что у нас ещё есть? Есть какие-то коробочки? Так, тряпки, всякие обувь. Ничего интересного. Ах да, чужие вещи трогать нехорошо, я помню. Ну, коридоры вообще-то общие, значит, коробки общие. Седьмой этаж, я дома. Нужно проверить дверь. Погоди, иди в эту сторону. Что за чертовщина происходит? Мы пока справляемся. Ого! Нет, не бейте его, он меня спас. О, карма. Ненавижу пауков, откуда их тут так много? И куда они делись? А они меня бы загрызли? Давай просто прогуляемся, что здесь вообще есть? Ладно, не будем торопиться. Острая спица пригодится для защиты или нападения. Слышь, кто-то мой велосипед трогает. Я всё вижу в глазок. Никто вам показалось. Ладно, живи. Он не взял, да? Не хочу лишний раз привлекать к себе внимание. Это ещё что, похоже на ту гадость, что я видел недавно. Этот этаж только кажется обычным. Цветы. Кто-то повесил цветок на стену. Красиво, будто курки у горшок бросать или что ещё похуже. А в этой коробке что? Ничего интересного. Ничего интересного. Ничего интересного. Изолента может пригодиться. Написано продаётся. Сложно будет продать квартиру в этой дыре. Ну да, ну да. Всё, идём в эту сторону. Может здесь что-то поинтереснее есть. Лучше не трогать. Оставлю свои отпечатки, окажусь виноват. Отпечатано. Что тут произошло? Явно ничего хорошего. А сколько тебе дней дома-то не было? Неделю? Сначала мусор осмотрим. Кто опять выставил мусор в подъезд? Так да, это же я. Ну, мой мусор не воняет почти. Маша выглядит странно. Машка, привет. Знал бы ты, как я рад тебя видеть. Ты... Ты ничего странного не замечала? Странного? Хм, да всё как обычно. Ты ведь на первом этаже подругу ждала, а потом... Подруга заболела. Вот решила одна вечер не коротать, а тебя пригласить на ужин. Давай к тебе. У меня жуткий беспорядок. Как можно отказаться от такого предложения? Тут со мной такое произошло. Лифт уехал в бездну, а там глазищи монстры. Ты всё время посылал меня далеко и надолго, а тут вдруг передумала. Я не могу так сразу, я не такой, мне нужно подумать. Главное правило ужастиков, никакого массажа. Блин, нет. Что было, то было. Давай оставим всё в прошлом, я была не права. Позволь мне загладить своё вину. Тут со мной такое произошло. Ты, наверное, просто очень устал, тебе нужно расслабиться. Пойдём со мной, я сделаю тебе массаж. Так. Да, ты права, от массажа я бы не отказался. Мы умерли? Ага. Вы чё, стебётесь? Мне придётся всё это заново осматривать, нет? Ладно, надо сохраняться, видимо, почаще. Как тут можно отказаться от такого предложения? И мы сейчас умрём. Я же сначала ей говорил, никакого массажа, или надо было что-то сделать. Так, сейчас. Вот. Ты меня совсем за дурака держишь, а ты устал, если такие ужасы не мерещатся. Тут что-то не так. Успокойся, Алекс, давай после ужина всё обсудим. Дамы, вперёд, пустить Машу, но не ходить самому. Вот. Может, Маша под властью этих тварей? А может, кто-то или что-то использует её облик? Или я сошёл с ума? Нужно всё как следует осмотреть, может, найти что-то для защиты. Там была спица эта долбанная. Давай, иди. Ты что, вышла? Может, изолентой замотать глазок? Да. Логично. Так, этой штукой можно и убить. Очисти себе путь, это намного проще, чем думать. Возможно. Стой, давай вот... Может, это сюда применяется? Да погоди, давай посмотрим. Не, не получится. Может, здесь есть выбор, я не знаю. Грохнуть её, что ли? Так. Кстати, как ты тут оказалась быстрее меня? Я же на лифте ехал. Я просто бежал быстро по лестнице, ничего сложного. Хорошо, пойдём. Это тоже нас убьёт? То есть, её надо повернуть или что? А чё меня не загружают там, где я сохранился? Берём спицу и... На! Может быть, я могу пройти иначе? Не, ну по-любому здесь можно как-то ещё эту спицу использовать. Ну, давай попробуем потыкать её везде. Может, что-нибудь с горшком сделать? Просто не до конца понятно, как ещё можно её использовать. Пауки не будут ещё лезть. Может, вот голубь хочет... Как-нибудь посодействовать. А почему она не хочет нас в коридоре убить? Типа, какая разница-то? Ладно, давай мы тебя повернём. На! Чёрт, всё я наделал. Эй, твари, вы этого хотели? Она наверняка была одной из этих монстров. А может, у неё просто крыша поехала? Ты всё правильно сделал. Нужно нападать первым, не разбираясь. Ты что наделал? Это же Маша. Что она сделала тебе плохого? Ну, как минимум убил раз пять. Даже если её захватили монстры. Либо я, либо она. А вот и моя квартира. Помню, как мы с Никой сюда только приехали. Ну вот мы и в нашем новом доме. Не дворец, но уютно. Да, выглядит неплохо. Я ожидал и худшего. Мне рассказывали про этот дом всякое. Не слушай ты этих страшилки. Эти мало ли что говорят. Скоро мы тут обустроимся. Будет очень уютно. Ник, я так рад, что ты со мной, не смотри ни на что. Алекс, что это на двери? Обернись. Это глаз. Это было, когда они только приехали, или что? У меня плохое предчувствие. Лучше нам уехать подальше от этого места. Где? Только что за твоей спиной был глаз. Не шути так, Никой. Это совсем не смешно. Я не шучу. Тебе просто надо хорошенько выспаться. Все, можно осмотреться. Дверь. Здесь у нас вещи есть. От моей бывшей осталось куча вещей. Ника уже давно ушла, но за вещами так и не приехала. Странно, она не взяла абсолютно ничего. Всегда держу чемодан на готове. Как только появится возможность отсюда свалить, так и сделаю. Мои любимые кеды ношу только по праздникам. Поздравляю, это ваша фоточка, да? Мы тут такие счастливые. Твои таблеточки. Тебе советовали их пить. Таблетки от головной боли мне совсем не помогают. Для твоей баночки красивые, цветные. Баночки ты просто можешь купить. Жуть. Такая картина из окна объясняет, почему я так долго ехал в лифте. Тебе вообще ничего не смущает? На выход из окна можно не рассчитывать. Что за Сайлент Хилл? Куда все делаешь? Что происходит? Надо уходить отсюда. Мне больше нравится, когда весь ужас происходит по ту сторону экрана, а я сижу в пледе с чашкой чая. На постере написано «Привет, Алекс!» Откуда тут мое имя? Давай выйдем в коридор. Почему тут так темно? Ага! Аха, чувак! Нифига ты испугался! Я и не ожидал, что наш план настолько круто сработает. Просто мы придумали гениальный план. Я придумал. Это все ваше круг дело? А ты как думал, нечего было стучать на меня в полицию? Теперь мы квиты, козелник, подайся мне на глаза. Неужели это все дурацкий розыгрыш? Как они умудрились все так организовать? Куда мне теперь идти? Обратно в лифт? Похоже, что выбора нет. Это был единственный выход. Что теперь? А лестницы нет на твоем этаже, что ли? Это всего лишь шутка? Как они могли заставить лифт исчезнуть? Может, ты все-таки таблетки примешь? Это не может быть подстроено слишком реалистично. Эти два дурака точно бы не справились. Радуйся, Алекс, ты попал в настоящий ужастик. Открылась дверь. Нормально побежал. Это невозможно, я в петле. Да ты чё, это розыгрыш. Как выберусь, обязательно пойду к психиатру, обещаю. Погнали. Что у нас здесь новенького? Ничего, может мне надо налево пойти в свою квартиру? Давай ещё раз зайдём. Это бессмысленно, наверное. Ничего нового. Опять творится какая-то фигня. потоки крови. Это что, кровь? Ну ты скажи, какой там запах. Может, это просто сок. Три шестёрки. Сошёл с ума, позвони по номеру 666. Дайте нам телефон. Мы обязательно берём. Можем мы зайти. Опять творится какое-то фигнё. Телефон надо найти. А, у тебя же есть свой телефон. Как-то я забыл про это. Алло. Помогите, вытащите меня отсюда. Вы хотите закончить ваше путешествие? Да. И он умер. Круто. Ну я так и думал, что нас грохнут. Если мы скажем да. Нет. Хорошо, за вами. Выслан лифт. Ожидайте. Ваш звонок очень важен для нас. Вот и лифт. Отправляемся дальше. Ты что, смеёшься надо мной? Под психо косишь парень? Со мной это не пройдёт? Офицер, вы сказали рассказывать только правду. Я это и делаю. Ваше дело верить или нет? Я уже прошёл обследование у психиатра. Меня признали вменяемым. Какой мне смысл врать? Ну и что было дальше? Прискакали кентавры, единороги? Лучше бы кентавры. Дальше всё было намного хуже. Всё дальше от дома. Это что, а динамит? Может, загадочка? Откуда взялась эта бомба? И чем же я должен её обезвредить пальцем? Круто. Теперь всё, что я попрошу, будет появляться из воздуха. Хочу есть. Нет, не сработает. Хватай. Нужно срочно её обезвредить. Ну да, не болтать. Так, какой проводок нужно перерезать? В фильмах вечно... Что? Ну, наверное, вот этот зелёный. Потом, по-любому, вот этот. И какой-то синий. Может, вот этот? Бонзай. Давай, скипаем. Да-да, очень круто. Вот этот зелёный. Вот этот. А как узнать, какой дальше-то? Он куда-то туда заворачивает, и непонятно. Либо вот этот, либо вот этот. Ну, пусть будет вот этот. А дальше что? Может, ещё и этот? И вот этот? А-а-а. А вот это я не понял. Тут надо три сложить или чё? Что? То есть три цвета, и они исчезают? Странная загадка была. Вот это тоже я чё-то не понял. Ясно. Получилось не так уж сложно, не так уж и страшно. Я вовсе не испугался. Это было странно. Е-е, новый этаж. Выглядит... Неплохо. Как тут темно, нужно чем-то подсветить. Где там был мой телефон? А как же зарядка? Погоди, мы сохраняемся. Хотя нас и так сохранили. Ладно, тогда в принципе на этом можно и закончить, а продолжать дальше будем уже в следующий раз. Поэтому пока. Субтитры сделал DimaTorzok